Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital! Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. ЗАО «Струнные технологии» посетил Дмитрий Афанасьев, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Единый информационный центр социально ответственных организаций и добросовестных предпринимателей». Приглашаем всех на конференции Skyway Capital, которые пройдут в декабре в Хельсинки и Оше. Акция «Реинвестирование и выкуп», в рамках которые инвесторы могут реинвестировать доли Skyway в токены и продать свои доли, продлевается на 1 месяц. Анатолий Юницкий рассказывает о большой стройке Skyway из будущего инновационного центра струнных технологий в Шарджи. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В ноябре состоялся визит в ЗАО «Струнные технологии» Дмитрия Афанасьева, генерального директора автономной некоммерческой организации «Единый информационный центр социально ответственных организаций и добросовестных предпринимателей». Основной целью визита было ознакомление с технологией Skyway, ее основными преимуществами, а также с ее практическим воплощением в экотехнопарке. Дмитрий Афанасьев посетил офис ЗАО «Струнные технологии», опытно-экспериментальное производство и испытательно-демонстрационную площадку компании. В ходе переговоров обсуждались перспективы возможного сотрудничества и применения технологии Skyway на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С этой целью в экотехнопарке для Дмитрия Афанасьева была проведена презентация технологии Skyway. По итогам переговоров он отметил, что струнный транспорт вполне мог бы стать оптимальным решением транспортных проблем Ленинградской области. Уважаемые инвесторы и партнеры, приглашаем вас принять участие в международных конференциях Skyway Capital. Первая конференция Skyway Capital пройдет в городе Оши, Кыргызстан, 6 декабря 2018 года. Вторая состоится 8 декабря 2018 года в столице Финляндии – Хельсинки. На конференциях вы узнаете последние новости о развитии компании Skyway Capital и получите ответы на все актуальные вопросы о проекте Skyway. Узнайте условия участия и подробности о конференциях в вашем личном кабинете. Хорошие новости для тех, кто не успел принять участие в акции «Реинвестирование и выкуп», которая стартовала 26 октября. Она продлевается на один месяц. Такое решение было принято руководством группы компаний Skyway для того, чтобы каждый участник акции смог принять максимально взвешенные решения, основанные на наиболее полных сведениях о новом инвестиционном инструменте – токенах Skyway. Новая информация о них будет публиковаться на официальных сайтах ico.rsvdfsystems.com и rsvdfsystems.com. В ближайшее время к акции смогут присоединиться также инвесторы из фондов Skyway Capital и SWIG. Об этом также будет сообщено на официальных информационных ресурсах группы компаний Skyway. Ответы на самые частые вопросы по акции «Реинвестирование и выкуп» вы можете прочитать на нашем сайте. Информационной службой Skyway было опубликовано видео из будущего инновационного центра Skyway в Шардже, который разместился на участке площадью в 25 гектар. Долгожданное видео из Объединенных Арабских Эмиратов, снятое еще в конце сентября, было опубликовано только сейчас, когда улажены все нюансы и подписаны все документы. Подготовка к строительству в Объединенных Арабских Эмиратах началась еще весной 2018 года. Подготовительные работы включали в себя создание сложнейшего комплексного проекта инновационного центра Skyway в тропическом исполнении, который будет включать три тестовые стакады – грузовой, пассажирский и подвижной состав, а также инфраструктуру второго уровня, станции, депо, стрелочные переводы, интеллектуальную систему безопасности управления, энергообеспечения и связи. О большой стройке Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах смотрите видео и комментарии генерального конструктора Анатолия Юницкого. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь, с вами была Дарья, до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok